Значит, первое. Истории трех этих людей я слышал отдаленно, поэтому судить не буду. Дело в том, что пока ты не имеешь на руках лично, вот я не имею на руках каких-то доказательств, фактов я не видел никаких дел, судить бессмысленно, потому что в нашей стране это может быть действительно попытка борьбы с коррупцией, это может быть фальсификация дела, это может быть внутренние разборки, если, как у нас говорят, человек в цепи перестал делиться. Это может быть одна из трех ситуаций. Какая из них, мы не знаем. Поэтому в этой ситуации, к сожалению, наше общество даже не готово узнать, оно не создало рычагов, чтобы понять, что же произошло с этими людьми. Поэтому мы будем просто жертвами той информации, которую нам выдают СМИ, а СМИ получают информацию из официальных источников. Только слухи. Мы всегда узнаем про все дела со слухов. Про эти дела я пока слухов не слышал, поэтому другой информации нет. Не знаю. А то, что у нас чиновники все получают 3 копейки, ездят на дорогих машинах, имеют дома, бизнес, все очень круто, это понятно. Понятно, что они коррумпированы. Глупо делать вид, что это не так. По поводу закрытия доходов, это абсурд, потому что это госчиновники и госменеджеры, и мы должны знать, какая зарплата. Если государство платит такую зарплату, значит, оно считает, что оно такую зарплату должно платить. Но только государство — это наши наемные рабочие силы, которые мы наняли для того, чтобы они управляли нашим обществом. А не наоборот. Не мы прислужим государству. Мы царя свергли в 2017 году. Соответственно, мы имеем право знать, куда идут наши деньги, деньги наших налогоплательщиков. И если кабинет министров считает, что вот этого менеджера надо платить в год 200 миллионов, платите, обоснуйте. Если человек принесет 400, пусть он получает 200. Не вопрос. Но если этот человек получает 100 миллионов, а у него убытки, тогда мне вопрос, какого ляда он получает такие бабки. Поэтому я считаю, что это, в общем, опять коррупционное преступление со стороны кабмина.